Всем привет! В студии Универньюз, а в студии Артём Князев. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Комплекс обсерватории КФУ может войти в список ЮНЕСКО. В Казанском федеральном университете прошло мероприятие цикла «Про наука». В КФУ прошла Олимпиада по оказанию первой помощи для студентов российских вузов. В Казани дан старт международной конференции, посвященной формированию выдающейся универсальной ценности астрономических обсерваторий, где впервые предметно будет рассматриваться вопрос о включении в список ЮНЕСКО комплекса обсерватории КФУ. В колонном зале Казанской ратуши прошла церемония открытия Международной научно-практической конференции «Историко-культурное и научное наследие астрономических обсерваторий. Формирование выдающейся универсальной ценности объектов». Модераторами пленарного заседания конференции выступили государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Астрономическое наследие является величайшим достижением человеческой цивилизации и мировой культуры. Исторически связанным со стремлением человека к познанию мира, природы и Вселенной. Астрономические наблюдения были неотъемлемой частью формирования первых научных знаний всех цивилизаций. Конференция проходит в рамках Международного форума астрономии «Всемирное наследие», который предполагает научно-практические конференции и круглые столы, работу по секциям специалистов из России и зарубежья, а также знакомство участников с двумя астрономическими обсерваториями КФУ. Казанской городской астрономической обсерватории и астрономической обсерватории имени Энгельгарта, где находится как исторический комплекс с ныне действующими телескопами, так и современный планетарий. В рамках конференции будет рассматриваться вопрос о включении в список ЮНЕСК этого комплекса обсерватории Казанского университета. Знаете, коллеги, вот ваша помощь и авторитетное экспертное мнение представляются чрезвычайно важными для выработки современного решения по потенциалу астрономических обсерваторий Казанского университета как объекта для включения в число мирового культурного наследия. Сейчас сложившийся коллектив ученых, состоящий из специалистов КФУ и Академии наук Республики Татарстан, совместно с международными экспертами приступает к разработке номинационного досье комплекса обсерватории Казанского университета для последующего их включения в список ЮНЕСКО. В настоящее время эта группа, или как мы называем университетская команда, приступила к разработке номинационного досье по включению в список всемирного наследия ЮНЕСКО астрономических обсерваторий Казанского университета. В КФУ реализуются планы по созданию и развитию Центра космических исследований и технологий, а также научно-просветительского комплекса «Астропарк» с современным планетарием Казанского университета. Эти факты свидетельствуют о том, что традиции знаменитой Казанской астрономической школы успешно продолжаются, получая современное наполнение и сегодня. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Ленарда Влетьяров, Универньюс. В КФУ в очередной раз прошло мероприятие цикла «Паронаука». В этот раз оно завершило серию праздничных мероприятий, посвященных юбилею Казанского университета. 2 декабря прошла финальная юбилейная и итоговая в этом календарном году «Ночь науки», получившая название «Формула ночи». Она была посвящена математике. Проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский отметил, что это не случайность. На днях 227 лет исполнилось со дня рождения Николая Лобачевского, а в стенах университета профессору математики Даниэлю Вайсу была вручена премия его имени. В программе мероприятия, стартовавшего в здании 2-го высотного корпуса, были научно-популярные лекции от ученых и преподавателей КФУ, образовательные интерактивы, конкурсы, мастер-классы, выставка ярмарка научно-популярной литературы. События посетил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, проректоры, а также директора институтов и лицеев КФУ. Очень здорово, что вы можете так завтра прийти в аудиторию университета, пообщаться друг с другом с учеными, посмотреть на те выдающиеся события своими глазами. А события это, это необыкновенные эксперименты, которые сегодня продемонстрируют вам во всех сферах науки. Как были придуманы великие уравнения? Нужно ли IT-специалисту знать математику, когда появились знаменитые законы движения планет? На эти вопросы ответили спикеры лектория «Точные науки». В гуманитарном блоке лекторы рассказали о геометрии искусства, теории игр, а также расчете бюджета для дешевых путешествий по Европе. Кроме того, на площадках акций можно было измерить дыхание, принять участие в соревновании по сборке кубика Рубика на скорость, научиться считать с помощью логарифмической линейки, а также почувствовать себя знатоком в интеллектуальной игре «Что, где, когда». Пришел на пронауку, на ночь науки, потому что хотел послушать интересные лекции, возможно, поучаствовать в каких-то научных интерактивах. Очень хорошо, что университет проводит такие программы, проводит такие студенческие мероприятия для повышения нашего уровня интеллектуального развития. В Казанском федеральном университете прошла олимпиада «Medical Quest Emergency». О том, что это такое, наш следующий сюжет. Олимпиада по оказанию первой помощи для студентов российских вузов проходила в Казанском университете с 28 по 30 ноября. В ней поучаствовали 10 любительских команд и 15 состоящих из студентов медицинского профиля. Соревнования проходили на базе Центра симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Ожидали чего-то такого, знаете, мега крутого и все получили. Это получилось больше, чем просто мы хотели. Обалденно, очень интересно в таком формате организовывать олимпиаду, потому что она развивает чувство реактивного мышления, знаете, и умение чувствовать ситуацию и понимать, как обходиться именно с ней, как обходиться в данном случае. Вот, в общем, получили, конечно, колоссальное удовольствие, просто взрыв мозга тотальный. Олимпиада состояла из трех этапов. Участники в свободной форме представляли визитные карточки команд, проходили теоретическое тестирование и блиц-опрос, а затем и практическую часть. В ней команды демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи на медицинских симуляторах, манекенах и живых волонтерах. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. О том, что еще интересного прошло в Казанском федеральном университете, смотрите в нашем обзоре новостей. Во втором корпусе Казанского федерального университета состоялась открытая Поволжская математическая олимпиада студентов, посвященная памяти выдающегося российского математика Николая Ивановича Лобачевского. В олимпиаде приняли участие 170 студентов из университетов различных регионов России, в том числе из Урала и Сибири. 29 ноября на сцене Большого зала культурно-спортивного комплекса «Уникс» Казанского федерального университета прошел концерт «215 лет вместе», приуроченный к празднованию Дню юридического факультета Казанского федерального университета. На сцене выступали творческие коллективы, а вместе с ними преподаватели юридического факультета. Среди гостей концерта были не только студенты КФУ, но и выпускники Казанского федерального университета. Во втором корпусе Казанского федерального университета состоялась лекция лауреата премии имени Лобачевского Даниэля Вайса. Данная лекция прошла в рамках церемонии вручения премии за выдающиеся работы в области фундаментальной и приглотной математики. Ученый удостоен награды за доказательство гипотезы Хакена, о которой подробно рассказал в своем научном докладе преподавателям-магистрами-студентам Института математики и механики Казанского федерального университета. В Елабужском институте Казанского федерального университета завершила свою работу педагогическая школа «Старт», организованная для студентов четвертого курса, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки. Более подробно смотрите далее. В Елабужском институте КФУ открыла свои двери педагогическая школа «Старт». Форум стал платформой для подготовки будущих учителей к школьной практике и профессиональной деятельности. Перед студентами с публичной лекцией выступил учитель английского языка, победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» Айнур Хусаинов. Лектор рассказал о том, как избежать конфликтов с родителями учеников. Первый день работы форума был посвящен деятельности мастер-классов. Спикерами образовательных площадок стали учителя школ, победители различных этапов конкурса «Учитель года». Мастер-классы были посвящены технологиям подготовки к ЕГЭ, аспектам педагогики и разработке заданий. Отметим, что работа форума продолжалась на протяжении двух дней. Лилия Талипова, Сирена Иванова, Ислам Хамитов, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова